Здравствуйте! В эфире итоговая субботняя программа Вести Карачева-Черкесия. В рамках межрегиональной акции «Равнение на победу» Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковая провела патриотический час «Ты хочешь мир, а помни о войне» на мероприятии побывала Олеся Меликаева. Старт акции дала Ставропольская краевая библиотека имени Валентины Следневой. В год 80-летия битвы за Кавказ и 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков по всей стране проводится межрегиональная патриотическая акция «Равнение на победу». Демонстрация единения граждан, привлечение внимания героям специальной военной операции, преемственность поколений. В первую очередь мы учили стихи, ежегодно мы учим историю отряда своего, обучаем этому своих молодых товарищей. Ощущение к сегодняшнему мероприятию, но в первую очередь гордость. Гордость за наших предков и гордость за то, что нам выпала такая возможность. На мероприятии прочитали стихи, посвященные России, памяти о войне и бережному отношению к ветеранам. Вспомнили и о героических событиях января 1943 года, когда был освобожден город Черкесск от немецко-фашистских захватчиков. Гордо рассказывали о смелости и отваге, проявленных в боях, самоотверженности и доблести, несокрушимой стойкости солдат. Говорили и о работе Совета ветеранов по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Проводятся мероприятия, посвященные освобождению, 80-летию освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Ну и города Черкеска тоже. Город Черкесск был освобожден, считается, 17 января 1943 года. Вот как раз ровно 80 лет назад. А полностью Кавказ тоже как раз был освобожден в 1943 году. Рассказали о создании и познакомили участников мероприятия с деятельностью поискового отряда «Подвиг», основной целью которого является поиск без вести пропавших защитников Отечества и увековечение их памяти. За 40 лет были найдены всего 26 медальонов, из которых нашлись только 10 родственников. Также рассказали о создании книги памяти. И юные члены отряда прочитали стихи. «Солдатская ложка. И простая солдатская ложка с четкой надписью наискосок. Старшина – это ложка, не рота. Всех ребят ты узнал бы в лицо. Там в горах за свинцовым кольцом на шинелях лишало истежки. Имена неизвестны. Но как? С кем из них ты, солдатская ложка, у Моздока бросалась под танк? А потом на трогах Санчара – с кем ты пала в бою за Кавказ? Старшина вспоминает ночами. Кто мне снится? Который из вас? Завершилось мероприятие исполнением хора студентов колледжа культуры и искусств имени Даурова в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и на полях сражений в Донецкой и Луганских народных республик. Олеся Меликаева, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в рубрике «В гостях у Росгвардии» мы расскажем о человеке, который за свой героический подвиг удостоился ордена Красной Звезды. В его честь названа одна из самых оживленных улиц республиканской столицы. Доблестное имя капитана милиции Виктора Павловича Калантаевского навсегда вписано в историю Карачаева-Черкесии. Сегодня мы находимся в республиканской столице Карачаева-Черкесии, а именно на одной из улиц, которая названа в честь капитана милиции Виктора Калантаевского, который ровно 40 лет назад погиб при исполнении служебного долга. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы знаете, в честь кого названа эта улица? Эта улица названа в честь капитана милиции Калантаевского Виктора Павловича, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Преследовал преступника, который находился в розыске против вооруженного преступника. Виктор Калантаевский начинал службу участковым инспектором в Черкесском городском отделе внутренних дел. Впоследствии занимал разные должности. Был инспектором дежурного горотдела милиции. Работал старшим инспектором по делам несовершеннолетних отдела уголовного розыска. Дежурным пульта централизованной охраны. Возглавлял спецкомендатуру. Неоднократно удостаивался ведомственных благодарностей и поощрений за профессиональный подход к выполнению должностных обязанностей. Капитан милиции Виктор Калантаевский проходил службу во вневедомственной охране. 22 сентября 1983 года в третьем часу ночи он выехал на проверку магазина «Радуга», где сработала тревожная сигнализация. Увидев человека в форме, находящийся в магазине преступник бросился бежать, но был загнан в дворовой тупик. Вор был вооружен обрезом. И когда Виктор приказал ему бросить оружие и сдаться, тот выстрелил. Истекая кровью, капитан милиции попытался задержать бандита, но силы покинули его. Указом президента Верховного Совета СССР капитан милиции Виктор Павлович Калантаевский посмертно был удостоен ордена Красной Звезды. Хотелось очень, чтобы все-таки знали в честь кого и по какому поводу названа эта улица. Вот это мое желание, чтобы память, пока мы помним, они с нами, они живы. Имя героя носит одна из центральных улиц Черкеска. Автомобили здесь идут нескончаемым потоком по маршруту, где на фасаде одного из домов на своих земляков смотрит мужественное лицо капитана милиции. Александра Коваленко, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Горячие завтраки и обеды в школах. Каковы критерии здоровой пищи? Что входит в меню для детей и как, собственно, его составляют, узнавала Фатима Даурова. Меню для школьников – целая наука. Питание детей должно быть здоровым, разнообразным, свежим и насыщенным, необходимыми для растущего организма витаминами. Специалисты рекомендуют придерживаться примерного меню, которое просчитано по калорийности и по содержанию жиров, белков, углеводов и витаминов. Есть в нем компоненты, которые заменены с учетом региональных особенностей. Например, вместо рекомендованной оленины, которая будет на столах школьников Крайнего Севера, – говядина и мясо птицы. Школьное меню может быть единым целым для всего района или свое в каждой школе, но согласование с Роспотребнадзором – обязательное. Если сравнить за последние два года, что поменялось? Поменялось то, что по указу президента Российской Федерации горячее питание было введено с 1 сентября 2021 года. И вот начиная с этого времени, учащиеся начальник классов, это с 1 по 4 класс, получают бесплатное горячее питание, которое составляется по 10-дневному меню, утвержденному Роспотребнадзором. Дети получают обед, полноценный обед, то есть горячее первое, второе, третье. Детям нравится. Обед для ребятишек младших классов школы аула «Малый Зеленчук» выглядит как торжественное событие. Дети заходят парами в обеденный зал в сопровождении учителя или воспитателя, занимаются ими места и принимаются за еду. На первое подан красный борщ, на второе – куриная котлета с гарниром из гречневой крупы. Витаминный салатик из свеклы завершают вкусную и полезную композицию. По словам главного повара школьной столовой Фатимы Шаковой, дети часто просят добавки. Запустные салаты очень хорошо едят. И морковные тоже. Ну, хорошо они едят, салаты хорошо едят. Из всего приготовленного они любят котлеты из говяжьи. Говяжьи котлеты любят. Котлеты любят, куриные котлеты тоже любят. Ну, хорошо едят ваши дети, слава богу. Они компот и сухофрукты очень любят. Компоты они пьют хорошо, чай с лимоном. Ну, есть дети, которые просят добавки. Наш обед проходит так. Мы приходим в столовую, моем руки, вытираем руки, садимся за стол, кушаем. А почему ручки обязательно нужно мыть? Ну, чтобы не было бактерий, чтобы живот потом не болел. А как вас кормят? Очень хорошо, вкусно. Мне очень все нравится. А что именно нравится из блюда? Мне больше всего нравится куриная котлета, пюре, морковный салат нравится, чай. С меню для школьников можно ознакомиться на тематических стендах. В питании для детей по-прежнему запрещены сырокопченые колбасы, уксус, маринованные продукты, различные пирожные с кремом. Этот список продолжают разные соусы и все продукты, которые содержат трансжиры. Здоровое питание – основополагающий принцип работ в школьных столовых. Фатима Даурова, Олег Молхожий, Вести, Карачаево, Черкесия. 12 команд из районов республики показали высокий уровень спортивной подготовки. Они приняли участие в открытых республиканских соревнованиях Школы безопасности. Состязания проходили на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Как правильно оказать медицинскую помощь, быстро преодолеть полосу препятствий и какой этап испытаний проводился впервые, узнавала Альбина Ламкова. Нужно будет наложить жгут, чтобы кровь остановилась. За какое время ты должен оказать помощь? Как можно быстрее. На самом деле время установлено у Анатолия Климонтова полторы минуты на обработку одной раны. Конечно, учитывается и верность действий. Так выполняется каждое задание. Проводится соревнование Школы безопасности в 12-й раз по инициативе Центра дополнительного образования. Они стали традиционными и долгожданными для учащихся общеобразовательных учреждений. Для выявления лучших организовали комплекс испытаний. Впервые проводится этап преодоления зараженного участка, то есть химзащита. Это первый раз мы хотим приблизить наше соревнование к федеральным условиям соревнований. Очень надеемся, что как-то получится так, что мы поучаствуем во всероссийских и международных соревнованиях. Соревнования проходят сразу на нескольких площадках. Программа насыщена. В нее входят полоса препятствий, спас работы на акватории и короткая комбинированная пожарная эстафета. Каждый участник настроен на победу. Наира Мамхягова приехала из Хабеза. Участвует впервые. Я рассчитываю на все свои силы. Я надеюсь, что у меня все получится. Я уверена в себе. И единственное, попытаюсь не растеряться. Азамат Мамчуй серьезно подготовился к соревнованиям. Он четко знает, на каких этапах испытаний он принесет своей команде наибольшее количество очков. А на каких может подвести. Определенно такой трудный переход под прикладиной. Там сантиметров сорок. И длина там около метра. Это должен под ним пройти. Ну вот это так. Чуть сложновато. Как ни странно, но именно через любовь к музыке у одного из юных участников зародился интерес к туризму. Для воплощения мечты он обучается в Центре дополнительного образования Черкесска. Я хочу в будущем играть на гитаре, ходить в походы и играть песни для друзей. Сложным этапом был рукоход. Я готовился примерно месяц. И я думаю, что мы победим, возможно. Юные спасатели в перечисленных элементах дистанции показали высокий уровень спортивной подготовки. Лучшие команды будут определены как в отдельных видах, так и по итогам всех этапов. Также организаторы похвалили работу преподавателей и руководителей туристических кружков. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Корчава, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго.